Привет, мир! Сегодня поговорим об антиасах. Проблема адаптации содержания в аквариуме. Каждый, кто хотя бы раз видел стайку антиасов, запомнил этих красочных рыб. Они идеально подходят для рифового аквариума. Миролюбивые красочные рыбы. Род псевдоантиас представлен более чем 60 видами, с весьма различающейся морфологией, поведением, пригодностью для содержания в аквариумах. Среди них встречаются виды, подходящие для новичков и сложные даже для опытных аквариумистов. В естественной среде большинство видов антиасов питаются пассивно. Это означает, что они располагаются против течения, удерживая относительно неподвижное положение. Таким образом антиасы ловят проплывающую по течению планктон, прилагая минимум усилий. Процесс питания прерывается другой деятельностью, но в целом продолжается постоянно в течении дня. По сути антиасы питаются как пасущиеся животные. Они регулярно поедают небольшое количество корма в любое удобное для них время. Антиасы генетически предрасположены к подобному пищевому поведению. Проблема адаптации в аквариуме очевидна. Чаще всего аквариумисты предлагают корм один или два раза в день. Кроме того, в их системах обитают другие рыбы, которые активно и агрессивно набрасываются на корм и поедают его в течение нескольких минут. Понятное дело, что антиасы, которые остаются на одном участке и ждут, когда корм попадет к ним, остаются голодными. Когда антиасы запускаются в уже состоявшийся аквариум, часы начинают отсчет времени. Либо экземпляр научится распознавать готовые корма в качестве пищи и нового способа кормления, или же он будет голодать. У некоторых рыб не возникает таких проблем, а некоторые виды и экземпляры никогда не научатся питаться в подобной среде. Чаще всего у антиасов не получается адаптироваться. Одна из сложностей заключается в том, что этот необходимый навык необходимо приобретать в сочетании с другими привычками. Изучать территорию, социальную структуру уже имеющихся в системе рыб, где и когда прятаться, новое расписание светового дня. Не забывайте про мелкие повреждения, которые обычно имеют место в процессе транспортировки и при запуске в систему. Кормистам, претендующим на максимально высокие шансы на успех, рекомендуется исключить остальные переменные и акклиматизировать антиасов в изолированной среде, где они могли бы сосредоточить свое внимание на основной проблеме содержания представителей данного рода. То есть, проще говоря, антиасов надо научить кушать и делать это необходимо в отдельном аквариуме. Этим аквариумом может стать карантинник, ведь по-хорошему каждая рыба, попадающая в ваш аквариум, должна пройти карантин. С несколькими незначительными изменениями, стандартная карантинная система отлично подходит для антиасов. Остатки труб или фитингов лучше использовать в качестве единственного варианта укрытий. В случае акклиматизации нескольких экземпляров рекомендуется использовать достаточное количество укрытий, поскольку в ситуации, когда укрытий недостаточно, может возникнуть территориальная агрессия. Необходимым компонентом системы для акклиматизации является хорошая помпа течения. Большинство антиасов комфортно перемещаются при постоянном линейном течении. Создание круговой модели потока воды по всей системе помогает добиться того, что готовые корма циркулируют по аквариуму и регулярно попадают к рыбам. Круглая форма ПВХ труб минимизирует застревание корма в процессе циркуляции. Поддержание подобной системы циркуляции корма имитирует естественный стиль питания и обеспечивает антиасов возможность неоднократно получать корм. Кроме того, рекомендуется располагать помпы поблизости от поверхности воды или под небольшим углом к ней, чтобы обеспечить высокое содержание кислорода, потому что представители данного рода характеризуются высокой скоростью обмена веществ. Процесс акклиматизации можно проводить и в среде, где обитают разные виды, но при условии, что уровень агрессии не слишком различается, чтобы не препятствовать прогрессу более миролюбивых видов. Достаточно часто имеет место обратная зависимость между размером группы и застенчивостью рыбы. В большой группе антиаса чувствуют себя более уверенно. В естественной среде большинства представители рода перемещаются большими группами и чувствуют себя весьма комфортно. В искусственной среде содержания антиаса группа помогает вывести их из укрытия и поощряет их естественное поведение. Существуют редкие застенчивые исключения, которые предпочитают оставаться в одиночестве или держаться небольшими группами. Но рифовые аквариумы бывают весьма заполненными, поэтому необходимо адаптироваться к насыщенной и светливой среде. В целом, если антиэсы спокойно перемещаются за пределами своих укрытий, значит они чувствуют себя комфортно в данных условиях. Если же рыба продолжает прятаться спустя длительное время после запуска в аквариум, зачастую это сигнализирует о том, что рыба испытывает дискомфорт или не чувствует себя в безопасности. Изменение освещения соседей по аквариуму течения или расположения укрытий, чтобы помочь рыбам покинуть свое убежище, может существенно улучшить пищевую реакцию. Размеры формы корма, предпочитаемые представителями антиэсов, существенно различаются. Живые и замороженные корма – оптимальный вариант для начала, а гранулы или хлопья добавляются несколько позже. Многие крупные разновидности антиэсов с готовностью согласятся на обычные замороженные корма, которые часто используют аквариумисты. Рыбы среднего размера или сложные виды предпочтут более мелкий корм, а может будут остерегаться всего нового, соглашаясь поначалу только на живой корм. Поначалу некоторые экземпляры могут даже не осознавать, что имеют дело с кормом, позволяя ему проплывать мимо и ожидая чего-либо съедобного. В случае, если они попробовали корма, для столь разборчивых едоков нередки случаи, когда они пробуют и отказываются от еды даже в течение нескольких дней. Среда, где обитают разные виды рыб, может осложнить процесс акклиматизации. Например, если самки лирохвостых антиэсов способны справиться с относительно агрессивными выходками лирохвостых самцов, более пассивные виды, даже легкую агрессию могут посчитать чрезмерной. Как правило, агрессия, которая воспринимается неправильно, должна вызвать беспокойство. Одностороннее покусывание или преследование может привести к стрессовому состоянию экземпляра. Жертва наказывается за попытку выйти из укрытия, что замедляет или даже препятствует процессу акклиматизации. Временное физическое разлучение помогает решать проблему и дает жертве некоторое время, чтобы акклиматизироваться в ее собственном ритме. Довольно часто подобный тип агрессии исчезает, когда обе стороны конфликта запускаются в аквариум, потому что другие рыбы и большое пространство уменьшают сфокусированность агрессии. Теперь вы знаете, как экклиматизировать антиэсов для своего аквариума. Настоятельно рекомендую не пропускать период адаптации в отдельном аквариуме. Антиэсов нельзя просто взять и выпустить в общий аквариум, как любую другую рыбу. Для того, чтобы рыбы остались живы и украсили ваш аквариум, им необходимо адаптировать к новой среде обитания и приемам пищи. Если вы не будете это делать, то потеряете рыбу или, по-другому говоря, выкинете деньги на ветер. Вот, собственно, и все, что я хотел вам сегодня рассказать. Если вам понравилось, вы знаете, что делать. Присоединяйтесь к нам, учитесь и получайте удовольствие от процесса. Пока! Продолжение следует...